Нормализация войны в российском обществе. Очередной соцопрос демонстрирует поддержку кровавого режима российского диктатора. Критивно настроено по этому поводу. Главное это защитить свои территории, а не втрогаться на какие-то вот это. Поэтому я считаю, это немножко такой красивый поступок, что ли. Со стороны? Со стороны украинской. По мнению экспертов Института изучения войны, которые проанализировали опрос проведенной социологической организацией Левада-Центр, в РФ около 78% респондентов поддерживают российские военные операции в Украине. А это даже больше, чем 75% в июле 2024 года и 77% в июне 2024 года. Если честно, не верится все, что происходит. И мы надеемся, конечно же, на наших военных, что они сделают все возможное. Тяжело, если честно говорить. Очень жалко нам ребят. В Институте изучения войны отмечают. Операция в Курской области вызвала обеспокоенность у россиян, однако информационные операции Кремля смягчают внутреннюю усталость от войны и позволяют властям России выбирать стратегию ведения затяжной войны на истощение против Украины. И мы видим, что фронт ВСУ начинает все больше трещать. Он напоминает, знаете, такой спелый арбуз. Нужно еще, еще усилие, и тогда он может начаться раскалываться. Ну а следом за расколом фронта всегда в истории происходил раскол внутреннего положения в стране. После таких уверенных и маразматических речей тяжело не вспомнить и панику на российских телеэкранах. Ведь совсем недавно российские пропагандисты в панике призывали россиян готовиться к худшему. Мы все время показываем х*** украинцев, которые не хотят воевать. И все время общие, ну вот видите, они воевать не хотят. А при этом мы видим, воюют. И видимо мотивированы, и видимо умелы, и видимо, как говорится, воюют как надо. А зачем мы себя обманываем? Даже Соловьев тогда заговорил не по методичке. Она тревожная, эта ситуация, на территории Российской Федерации, у нас, атака на Курск. И относиться надо более чем серьезно. Однако в общем и в целом, после начала операции в Курской области, как показывают результаты опроса, уровень поддержки войны среди россиян не снизился. Они до сих пор продолжают сеять пропаганду в головах своих же сограждан. Йод, значит, любит, вот сюда подходит как никогда. Потому что не любил бы, Владимир Владимирович, Украину, я не про Зеленского, а про Украину и про украинцев. Там бы давно уже был кратер, а посередине кратера стул, на котором бы, наверное, сидел Зеленский с подбитым глазом. Российская социологическая организация «Леварацентр» указывает, что с годами россияне все больше поддерживают захватническую войну. Если более точно, то самый низкий уровень поддержки россиянами войны в Украине был в феврале 22-го года. Тогда войну поддержали 68% респондентов. И что поддержка войны среди респондентов не опускается ниже 70% с марта 22-го года. Однако вот что интересно. 91% респондентов таки обеспокоен украинскими военными операциями на российской территории. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет никогда, ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну реально? Вот те, кому больше 40 лет, вы с чего так думали? Как сообщает Левада-центр, отказ Кремля полностью перевести российское общество на военные рельсы и продолжающиеся внутренние информационные операции Кремля направлены на нормализацию войны в российском обществе и пока смягчают внутреннюю усталость от войны. Кроме того, Левада-центр сообщил, что 57% респондентов не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят необходимости в проведении второй волны мобилизации в ближайшие месяцы. Оба показателя снизились 65 и 69% соответственно. Учитывая все вышеперечисленные цифры, становится понятно, что российское общество не испытывает усталости от войны. И вероятнее всего, это и придает Кремлю гибкости в выборе стратегии ведения затяжной войны на истощение против Украины. Продолжение следует...